МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"1973 год. Москва. 1 сентября неизвестным взорвано самодельное взрывное устройство в Мавзолее. Преступник погиб, несколько человек ранены. Тело Ленина спас от повреждений пуль, непробиваемый саркофаг. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев взял расследование инцидента под личный контроль. Через месяц, доложив о результатах следствия, председатель КГБ Юрий Андропов сообщил Брежневу еще одну шокирующую новость. Египет и Сирия неожиданно напали на Израиль. По сведениям советской разведки, израильские войска будут поддержаны кораблями ВМС США с ядерным оружием на борту. Реакция Леонида Ильича последовала незамедлительно. Через два часа в его кабинет вошел главнокомандующий ВМФ СССР Сергей Горжков. Совершенно секретно. Срочно. 11 октября 1973 года. Средиземное море. Командиром подводных лодок Буки-130. Капитану 2-го ранга Владимиру Степанову Буки-409. Капитану 2-го ранга Юрию Фомичеву. Приказываю занять позиции юго-восточнее острова Кипр и уничтожить все суда, следующие к Арабскому побережью. Главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Советского Союза Сергей Горжков. В тот же день советские подлодки приступили к выполнению задач. Из Москвы в Каир началась срочная переброска вооружения. Поддержка национально-освободительных движений была одной из основ наших идеологических принципов, если так можно сказать. В ответ на действия Советского Союза ядерные силы США были приведены в полную боевую готовность. В свою очередь руководство СССР предприняло ряд превентивных мер. К переброске на Ближний Восток были подготовлены 7 воздушно-десантных дивизий. А чуть позже стратегический ракетоносец К-447 Северного флота, вышедший в Белое море, произвел четырехракетный залп по заданной акватории Тихого океана. Американцы были потрясены. Дальность пуска русской ракеты на 2500 километров превысила возможности их самых совершенных комплексов. Точностные характеристики были очень высокие. Они были выше, чем наших сухопутных ракет, типа Р-70 и точка, тактических, которые стреляют на 80 километров. Решительные действия Советского подводного флота продемонстрировали всему мировому сообществу, что безответственное поведение страны, обладающей ядерным оружием, не останется безнаказанным. Атомные подводные крейсеры, межконтинентальные баллистические ракеты и дальние стратегические бомбардировщики – основа военной мощи и гарант безопасности нашей страны. Каждый из компонентов ядерной триады имеет неповторимую боевую летопись. Столетняя история подводных сил России отличается от других массой нераскрытых тайн и загадок. Скрытность их боевой деятельности всегда представляла интерес не только для иностранных разведок и профессионалов. О неизвестных страницах отечественного подводного флота сегодня мы впервые расскажем в нашем фильме. Подводный меч. 1878 год. Участник русско-турецкой войны, Георгиевский кавалер Стефан Живецкий, сконструировал и построил первую отечественную субмарину. С этой простейшей лодки и началась история российского подводного флота. Экипаж лодки из двух человек мог погружаться на глубину 9 метров и двигаться под водой со скоростью хода 600 метров в час с помощью педального ножного привода. На вооружении лодки было две мины, которые находились вот в таких отсеках и могли устанавливаться под днище любого неприятельского судна. Всего таких лодок было сделано 50 штук. Это был проект первой в мире серийной подводной лодки, которую моряки прозвали бабушкой российского подводного флота. Интересно, что первый подводный аппарат Стефан Живецкий построил на свои деньги. На испытаниях в присутствии императрицы Марии Федоровны конструктор совершил рыцарский поступок. Всплыв из-под воды на своей лодке, он галантно вручил царице букет орхидей, чем добился августейшего разрешения на строительство подлодок за счет казны. Известный академик-кораблестроитель Александр Крылов назвал этот случай первой победой подводников. В четверть века субмарины Живецкого защищали Россию от нападения с моря, пока на смену мускульному приводу не пришли новые двигательные установки. В честь немецкого инженера Рудольфа Дизеля их назвали дизельными. Появление нового типа двигателей породило эпоху дизель-электрических торпедных субмарин. Лодочки были по 350 тонн, по 356, но они несли уже торпедное оружие, уже были пулеметами вооружены. 29 апреля 1905 года во время русско-японской войны подводная лодка СОМ под командованием князя Трубецкого на подходах к Владивостоку обнаружила два японских миноносца. Увидев лодку, в корабле разведчики предпочли уйти без боя. Наличие субмарин спасло русскую военно-морскую базу от удара японской эскадры. Анализируя последствия войны, закончившейся для России поражением, царские военачальники пришли к выводу, что субмарины являются важнейшей составляющей флота и способны действовать как самостоятельная сила. 19 марта 1906 года, Санкт-Петербург, из указа царя Николая II. Государь-император высочайше повелеться изволил включить в установленную классификацию судов военного флота разряд подводных лодок. 19 марта стала официальной точкой отсчета героической истории российского подводного флота. Боевое крещение его лодки приняли во время Первой мировой войны, потопив два немецких крейсера и 16 транспортов. Они имели такие преимущества перед другими классами кораблей, которые не имел никто. Прежде всего скрытность и сильное оружие, которое, так сказать, наносило поражение морским целям ниже ватерлинии. Революция 1917 года надолго прервала строительство подводных лодок. Новая судостроительная программа, которая включала в себя создание 12 субмарин, была разработана лишь спустя 10 лет. 5 марта 1927 года в Ленинграде была заложена одна из первых советских подводных лодок, которая получила революционное название «Народоволец». Мало кто знает, что при строительстве этой подлодки был использован проект английской субмарины Л-55, потопленный в годы Гражданской войны. Уже через полтора года подлодка вошла в состав рабоче-крестьянского Красного флота. Создателем этого легендарного корабля был талантливый инженер Борис Малинин. Свою трудовую биографию он начал еще при старом строе и, как многие, не избежал репрессий. Но в драматической судьбе конструктора были не только аресты, но и сталинская премия за 119 лодок, построенных по его проектам. К концу 30-х годов СССР располагал сильным подводным флотом. 13 февраля 1938 года лодка конструктора Малинина «Красногвардеец», следуя на помощь полярникам станции «Северный полюс-1», впервые в мире прошла подо льдом Гренландского моря около километра. Но лавры спасателей экспедиции достались советским ледоколам. Капитан Седова Константин Сергеевич Бадигин писал потом в своих воспоминаниях «С гордостью можно сказать, наша экспедиция собрала богатейший научный материал. Задание Родины выполнено». 21 июня 1941 года, 23 часа 50 минут, нарком ВМФ СССР Николай Кузнецов направил директиву военным советам западных флотов с приказом немедленно перейти на повышенную боевую готовность номер один. Трудно поверить, но на следующий день, когда под бомбами Люфтваффе гибли приграничные войска Красной Армии, в море с наступательной задачей неограниченно действовать по германским транспортам и боевым кораблям, уже находились шесть советских подводных лодок. Пошли мы вот в этот первый боевой поход. У нас настроение было боевое, мы готовы умереть за Родину, и все. Действия советских подводников в первые дни Великой Отечественной войны сорвали удары немецкого флота по приморским флангам Красной Армии. На неделю было задержано наступление вермахта на Мурманск. Героических страниц в летописи подводного флота было немало. За четыре года войны, благодаря его действиям, были потоплены более 300 кораблей и судов противника. Подводники не только побеждали, но и погибали как герои. Трагически ушли из жизни экипажи 86 советских лодок. Жалко, много наших ребят погибло. И главное, что интересно, нет никаких сведений, что где, когда и что. Но примерно знают, что пошли в тот район и не вернулись. 6 августа 1945 года американские ВВС впервые в истории человечества осуществили атомную бомбардировку японских городов. Через две недели в Советском Союзе был создан спецкомитет по урановой проблеме. Его руководителем назначили главу МКГБ СССР Лаврентия Берию. Совершенно секретно. 6 января 1946 года. Москва. Председателю спецкомитета при Совете министров СССР Лаврентию Берию. В США ученые из окружения Аппенгеймера и Ферми рассмотрели перспективу использования атомного реактора в качестве двигателя для подводных лодок. По их мнению, это позволит в пять раз увеличить скорость хода субмарин и неограничена дальность плавания. Начальник отдела С, НКГБ, МГБ СССР генерал-лейтенант Павел Судопланов. Получив эту информацию, глава советского правительства Иосиф Сталин приказал немедленно разработать проект атомного реактора для подводных лодок. В послевоенные годы в США превосходили СССР по основным классам кораблей в 22 раза. До появления первых атомоходов советскому ВМФ требовалось значительное количество более дешевых подводных лодок. Как раз началось интенсивное строительство подводных лодок, дизельных. Очень интенсивное. Их построили свыше 300 штук. В начале 50-х годов атомный реактор для субмарин был создан. В 1952 году, за полгода до смерти, Сталин подписал указ о проектировании первого отечественного атомохода. А в это время на верфи в американском городе Гроттен уже вовсю строился атомный наутилус. 18 января 1955 года советской радиоразведкой было перехвачено донесение его командира, двигаясь на ядерной энергии. В СССР закладка первенца новой эры лодки К-3 «Ленинский комсомол» состоялась только через 8 месяцев. Ее проект разработал коллектив СКБ-143 Владимира Перегудова, переименованного подже в «Малакит». В Северодвинске началось строительство первой атомной подводной лодки. Это не только атомный реактор, а это, в общем, принципиально другое качество подводной лодки, которое, в отличие от подводной лодки дизельной, значит, на самом деле имело неограниченный диапазон и неограниченное время плавания в подводном положении. Ленинский комсомол во многом превосходил американский наутилус. Но с лодки сделали округлым, благодаря чему удалось добиться небывалой скорости 28 узлов. Любопытно, что Берия предложил вооружить атомоход фантастическими ядерными суперторпедами длиной 28 метров. Он полагал, что они будут очень эффективны для стрельбы по военно-морским базам противников. Но это повлекло бы за собой увеличение размеров корпуса лодки. Поэтому конструкторы остановились на обычных торпедах длиной около 7 метров. Передача флоту атомохода первого поколения состоялась в январе 1959 года. Так началась атомная эра советского подводного флота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За 4 года до спуска на воду ленинского комсомола произошло очень важное событие. Состоялся первый в мире пуск баллистической ракеты с дизельной подводной лодки-ракетоносца Буки-67, находившийся в надводном положении. Отныне корабли стали способны угрожать ранее недосягаемой территории противника с моря. Оснащение лодок этим оружием ознаменовало новое направление в кораблестроении, открывшее отечественную историю ракетных сил стратегического назначения. Стрельба русской субмарины произвела в Америке подлинный переполох. Но был у них, назывался отец атомного флота, адмирал Хьюман Рековер. Он в Конгрессе произнес речь. что мы совершаем плавание под паковые льды Северного Ледовитого океана для того, чтобы превратить их в стартовые площадки наших ракетоносцев для ракетного нападения на Советский Союз. В декабре 1959 года в составе американского флота появился атомоход Джордж Вашингтон, вооруженный 16-ю баллистическими ракетами «Поларис». Вскоре лодки этого типа вышли на боевое патрулирование в Арктику. Под угрозой оказалась вся европейская часть СССР. Дыр Северных морей расступаются перед могучей грудью атомного литокола Ленин. Первый советский атомный ракетоносец должен был нести всего три ракеты, для запуска которых ему пришлось бы всплыть из-под воды с риском быть обнаруженным и уничтоженным. Уже на этапе строительства стало очевидно необходимо смена поколений лодок. Я командовал К-19, были ракеты 500 км в дальности. Нужно подойти к берегам США на пушечный выстрел практически на 300 км. Там трижды уничтожат, еще только туда влезешь. Пока руководство СССР срочно искало ответ адекватной возросшей угрозе, судостроительные заводы продолжали интенсивное строительство атомоходов первого поколения. Всего лоту было передано 56 единиц. Над лодками второго поколения начали работать сразу три конструкторских бюро Рубин, Лазурит и Малакит. Тогда уже определились три класса подводных лодок. Это многоцелевые подводные лодки, это подводные лодки с крылатыми ракетами по авианосным соединениям, и третий класс это стратегические подводные лодки, то есть лодки с баллистическими ракетами на борту. В начале 60-х годов руководство ВМФ пришло к выводу о необходимости создания дизельных лодок второго поколения. Они должны были иметь увеличенный радиус действия. И такие субмарины, включая носители ракет с подводным стартом, появились. С одной из них произошла трагедия, подробности которой стали известны в наши дни. В 1968 году в Камчатке ушла в боевой поход дизельная ракетная подводная лодка К-129 командира Владимир Кобзарь. в обусловленное распространение времени она не вышла на связь. Лодка К-129 внесла три баллистические ракеты с ядерными боевыми частями огромной мощности и две атомные торпеды. 22 марта 1968 года Тихо-Агенский флот был поднят по тревоге. Но поиски, в которых участвовали десятки кораблей и самолетов, результатов не дали. Позднее советской разведкой было отмечено, что на американскую военную базу в японском городе Йокосуко для ремонта тайно зашла атомная подводная лодка Свардфиш. Я потом путем анализа установил, а американцы промухали поворот нашей лодки на новый курс и ударили лобовую часть в борт в район Центрального поста. Принимая огромные массы воды, подводная лодка наша ушла на дно. Разведка советского Тихоокеанского флота стала внимательно отслеживать действия американских ВМС в предполагаемом месте исчезновения ракетоносца. США всегда отрицали свою причастность к гибели подлодки Ка-129, но рассекреченные недавно документы Конгресса свидетельствуют, военно-морская разведка точно знала место катастрофы. Уже в августе 1968 года туда приходила американская субмарина Халибат, специально оборудованная глубоководным аппаратом. Из похода она доставила в Пентагон 22 тысячи фотоснимков затонувшей советской подлодки. Через 6 лет в 1974 году США попытались поднять с глубины 5200 метров Тихоокеанскую подлодку. Им в первую очередь нужны были шифры, с помощью которых они смогли бы читать секретный радиообмен советских кораблей. Кроме того, американцев интересовало ядерное оружие субмарины. Но из-за перелома корпуса им досталась только носовая часть К-129 с телами 58 членов экипажа и двумя ядерными торпедами. Когда через несколько лет американской прессе стало известно об этом, разразился скандал. СССР направил правительству США ноту с осуждением. Осквернен покой погибших подводников. Американцы ответили, что советские моряки перезахоронены по морским традициям и предъявили копию киносъемки этой церемонии. Гибель К-129 стала предметом жесткого разбора в ЦК КПСС. Главком военного флота Горщков был вызван на аппарат ЦК, кому не знаю, получил по морде, хорошо получил. Потом он обратился к себе на Козловский, вызвал командующего флота, а я как раз с папкой находился командующего и не стесняясь поражением прямо матом крыл по телефону. Ну что, товарищ Маслов, про... подводу лодку. Катастрофа К-129 показала, что подлодки США свободно отслеживали перемещение советских ракетоносцев. Их уязвимым местом была высокая шумность. В начале 70-х годов Соединенные Штаты развернули в океане 24 атомные субмарины и 7 авианосных групп. Ответом потенциальному агрессору должны были стать советские атомоходы второго поколения с дальнобойными ракетными комплексами. В ходе трехмесячного боевого патрулирования им предстояло находиться у побережья США на расстоянии дальности пуска ракет. Подводным водкам проекта 667А придавалось очень большое значение. Они строились в Северодвинске, они строились в Комсомольске, на Амуре. Было построено 34 таких подводных водок проекта 667А. С появлением стратегических крейсеров проекта 667 второго поколения подводный флот СССР стал океанским ракетно-ядерным. Советские атомоходы имели самые высокие скорости в мире. Их ракетные комплексы впервые позволяли атаковать территорию вероятного противника даже из-под льдов Арктики. Но из-за высокой шумности ВМС США по-прежнему засекали местонахождение наших подводных водок в океане. Для защиты своих ударных субмарин конструкторам необходимо было спроектировать лодки-истребители, специально предназначенные для дуэльного боя. Одновременно была объявлена национальной задачей борьба с шумностью подводных лодок. Вершиной трудовых дел юбилейного года стал Всесоюзный Ленинский суд. В нем приняло участие 120 миллионов человек. Разрабатывались теоретические основы. Занимался этим и лично Анатолий Петрович Александров и академик Гапонов Грехов. Занимались институты нашей ЦНИ Крового, занимались институты Академии Наук. Атомоходы третьего поколения, в частности, многоцелевые торпедные лодки 971-го проекта Щука-Б, стали самыми малошумными и неуязвимыми в истории подводного флота. По своим поисковому потенциалу, по своей скрытности, она превзошла наших вероятных противников, наших, так бы казалось, тем людей, с которыми мы соревнуемся это Соединенные Штаты Америки. Апрель 1971-го года, Москва. На 24-м съезде КПСС было заявлено, что Советский Союз продолжает курс на разрядку международной напряженности. К тому времени он догнал США по количеству подводных ракетоносцев. Но Америка сохраняла шестикратное превосходство в ядерных боезарядах. Затянувшаяся гонка вооружений изматывала экономику СССР. Совершенно секретно. 14-е апреля 1971-го года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. США. Приступили к реализации глобальной морской ракетной программы. В течение 10 лет планируется построить 8 новейших атомных лодок типа «Агайо» со стратегическим комплексом «Трайтон». Дальность ракет с разделяющимися боеголовками составит 11 тысяч километров. Секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрий Устинов. Благодаря новой программе флот США впервые получал возможность наносить массированные удары по СССР и странам Варшавского договора от своих берегов. Их подводные лодки вели поиск, обнаруживали и следили за нашими подводными лодками. Они создали целую систему подводного наблюдения. Мы знаем это система так называемая СОСУС. Руководство Советского Союза приняло решение о разработке новых тяжелых атомных крейсеров. В КБ Рубин они получили название проект 941 Акула. Мясскому КБ ваше настроение было дано сверхсложное задание вооружить их межконтинентальными ракетами на твердом топливе. Но СССР в те годы не обладал необходимыми технологиями. Вследствие чего работа продолжалась более 10 лет. У нас это была первая ракета то она получилась очень большой 90 тонн. Огромная ракета получилась. Из-за больших размеров новой ракеты пришлось срочно перепроектировать Акулу. В середине 70-х годов разработкой гигантского атомохода руководил создатель стратегического атомного подводного флота страны Сергей Ковалев. Мало кто знает что сначала конструктор спроектировал ее по 24 ракеты аналогично американской Огайо. Но главком ВМФ Сергей Горшков настоял на 20 посчитав что для флота страны важнее производство большего количества лодок. Это было очень храброе решение с нашей стороны. Но мы приняли такой экзотический вариант где ракеты размещены не внутри прочного корпуса как это на всех лодках и наших и заграничных а ракеты размещены между двумя параллельными прочными корпусами. Эти два параллельных прочных корпуса в какой-то степени автономны потому что в каждом своя атомная энергетическая установка. Необыкновенная конструкция лодки повысила ее живучесть. Водоизмещение ракетоноса составило около 50 тысяч тонн. Длина корпуса получилась больше размеров футбольного поля. Высота с восьмиэтажный дом, а каждый атомный реактор величиной с автобус. Одной из проблем стало базирование огромного крейсера. Его характеристики у многих вызывали недоумение. От адмиралов и специалистов госкомиссии в ЦК КПСС посыпались обращения о невозможности эксплуатации атомохода-гиганта. Меня командующим флотом пригласили в наши высшие органы и назначили как исключение меня председателем правительственной комиссии по приемке этого корабля. Несмотря на объективные трудности, 12 декабря 81-го года головная акула вступила в состав ВМФ СССР. Один ее ракетный залп равен тысяче атомных бомб, сброшенных с США на Хиросиму. За самые большие в мире размеры и суммарный боезаряд крейсер попал в Книгу рекордов Гиннесса, а в НАТО получил устрашающее название Тайфун. Эти удивительные тяжелые атомоходы, восстановившие когда-то наш ядерный паритет с Америкой, и сегодня находятся на вооружении российского подводного флота. В 70-е годы США расширили круг задач решаемых авианосцами, которые стали многоцелевыми. Помимо нанесения ракетных ударов, теперь они могли выполнять роль противолодочных и даже десантных кораблей. Глубина удара авианосной группы достигла 2200 километров, а мощность в 3,5 тысячи раз превысила заряд атомных бомб, сброшенных на Японию. У СССР тогда явно не хватало лодок охотников за авианосцами. Слежение за ними на случай войны требовало от экипажа огромного напряжения, порой приводившего к инцидентам. 21 марта 1984 года Японское море. Командир советского атомохода КАТ-314, измотанный непрерывным слежением за американским авианосным соединением, ночью завернул перископчик в зад и обомлел. На него город двигался, он уже был на нем. Но наступил этот авианосец ему на корму. Как мы говорим, наступил на стабилизаторы, на линию увала. Повезло. Он его как бы подрубил форштейнами. Этим городом оказался тяжелый авианосец ВМС США Киттихок водоизмещением свыше 80 тысяч тонн. Советская подводная лодка получила повреждения, но осталась на плаву. Корабельному аэродрому тоже досталось. Имея огромную пробоину и потеряв почти половину топлива, Киттихок еле дошел до ближайшей японской базы. Тяжелая авария Ка-314 послужила поводом для ускорения работ по созданию специальных противоавианосных подводных лодок. Все подводники знают наизусть очень суровые, даже кому-то может показаться жестокие правила из руководства по борьбе за живучесть корабля. Там записано, что в случае поступления воды или возникновения пожара личный состав обязан объявить тревогу, доложить об этом на центральный пост, герметизировать аварийный отсек и только затем начать бороться со стихией всеми средствами. Отсек может быть вскрыт только после ликвидации аварии. За жесткими строками инструкции стоят жизни сотен подводников. Эту специфику подметил легендарный герой Великой Отечественной войны Магомед Гаджиев. Нигде нет такого братства, как у моряков подводников. Либо все погибают, либо все побеждают. В 1986 году в состав советского ВМФ вошел атомоход К-148 Краснодар, предназначенный для борьбы с авианосными группировками. Он открыл серию уникальных лодок проекта 949 Антей. Корабли этого проекта им равных нет в мире. Но возможности этого корабля как ударные, так и его технические уникальны. Главным оружием нового корабля стали 24 крылатые ракеты, созданные в СНИ Гранит. Ракеты первых поколений получали целеуказания об авианосных группировках от стратегических воздушных разведчиков Ту-95. Один самолет мог осветить обстановку в океане на площади до 10 миллионов квадратных километров. В начале 80-х их сменили космические аппараты системы Легенда. Спутники были способны обнаруживать даже подводные лодки противника под толщей воды. Система морской космической разведки и целеуказания создавала такую динамическую карту расположения кораблей всех, которые находятся на планете. А кроме того, она должна была выдать подводной лодке целеуказания, по которым она могла «Антей» достаточен для поражения авианосца с кораблями охранения. Благодаря графическому моделированию вы впервые можете увидеть, как происходит уничтожение авианосного соединения. Полет 24-х ракет подобен стае птиц. Каждый из них может выполнять роль вожака. Получив информацию от спутников, головная ракета распределяет цели между остальными, после чего они поражают противника. Сверхзвуковая скорость и дальность полета в 600 километров обеспечивают возможность атаковать авианосцы с безопасного расстояния. Но сегодня это самая эффективная техника в вооруженных силах России, способная противостоять авианосной угрозе. Август 1991 года. СССР находился на грани распада. Обострение обстановки вызвало активизацию разведывательной деятельности БМС США у советских берегов. 8 августа из глубин Баренцева моря с атомной подводной лодки Новомосковск был впервые произведен полный 16-ракетный залп по полигону на Дальнем Востоке. Этот пуск убедительно доказал, что в отличие от американских ракетоносцев российские субмарины могут успешно производить старты ракет как из-под воды, так и из надводного положения. Профессионализм личного состава произвел должное впечатление на военных наблюдателей НАТО. Учебная тревога для экстренного приготовления корабля двое по ходу скрытым действием погружению. Есть. субтитры 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 Вашингтон. После распада Советского Союза ВМФ России подвергся реформированию. Из его состава были выведены 145 атомоходов. Началась их утилизация. Но несмотря на сокращение, командованию ВМФ удалось сохранить боевое ядро подводного флота. Совершенно секретно. 21 декабря 2005 года. Вашингтон. Президенту США Джорджу Бушу. Российский ракетоносец в Белом море произвел пуск из-под воды перспективной баллистической ракеты Булавар. Дальность полета составила 8000 километров. Она способна нести до 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Министр обороны США Дональд Рамсу. Пуск Булавы поставил руководство США перед фактом. Россия создала новый морской комплекс стратегического назначения. Аналог знаменитого наземного Тополя-М. Это очень серьезные комплексы, для которых что есть система ПРО, что нет и безразличны. Они как я уже говорил работают на гиперзвуки, меняют траекторию по курсу и по высоте. Обладание подобным оружием подтверждает статус России в качестве великой морской державы. Из 5000 субмарин, построенных в 20 веке, каждая пятая плавала под советским либо Андреевским военно-морским флагом. За освоение новой техники флот заплатил дорогую цену. В годы холодной войны 12 лодок были потеряны. За проявленное мужество более 100 подводников были удостоены званий Героев Советского Союза и Российской Федерации. 22 декабря 2005 года Сенат США одобрил рекордную сумму военного бюджета более 453 миллиардов долларов. Приоритетное финансирование отдано модернизации баллистических ракет Трайден. Вооруженные ими атомные лодки Огайи несут около 2000 ядерных боеголовок составляющих половину стратегического арсенала Америки. Отныне ракеты будут оснащаться и головными частями неядерного типа. При помощи систем GPS их отклонение от цели составит не более 15 метров. Это позволит США обойти ранее достигнутые договоренности по ограничению стратегических вооружений. Соединенные Штаты Америки ведут политику такую, что применяют свои вооруженные силы и в мирное время мы все это знаем видим далеко от своих от территории Соединенных Штатов. Понимая важность морской составляющей ядерной триады руководство России утвердило план развития подводных сил четвертого поколения. Сегодня страна способна проектировать и создавать самые современные подводные лодки. пример тому уже вот свежий это подводная лодка четвертого поколения дизель-электрическая Лада главная корабль называется Санкт-Петербург это подводная лодка на которой свыше 130 принципиально новых образцов техники это рывок хороший который обеспечивает новый уровень подводных лодок ну и строится стратегическая подводная лодка четвертого поколения это Борей с новой ракетой Булава ну и это тоже определенный шаг вперед подводные крейсеры Борей с комплексом Булава являются самыми малошумными в мире вся серия лодок будет носить имена великих русских полководцев первенцем стал Юрий Долгорукий подводки будущего получат унифицированную модульную конструкцию и ракетные комплексы внепрочного корпуса новейшие разработки позволят оснастить их миниатюрной электронной базой механизмами с пониженной виброактивностью и покрытиями выполненными по технологии стелс первая серийная подводная лодка Стефана Джавецкого созданная в 1881 году никогда не использовалась в бою но именно она одним своим появлением четверть века удерживала мир на морских рубежах России сто лет спустя в разгар холодной войны Сергей Ковалев создал сверхмощный атомный ракетоносец акула этот крейсер также никогда не применялся в бою но почти три десятилетия удерживал запад от попыток применения силы против нашей страны если тебе меч понадобится только один раз носи его всю жизнь сказал конфуций даже сегодня когда холодная война закончилась эта философская мысль звучит вполне актуально и не только для подводного флота России утра вторая вера вера Продолжение следует...